а здрасте всем друзья привет уленьки финал очка прохождение на nf марш у нас сегодня и была моя мысль следующий сезон завершить все производства и распродать всю продукцию посмотреть сколько денег мы за это заработаем но чуть попозже примерно все это дело прикинем какие-то я обычно карьеры все заканчиваю а мне пришла в голову идея оставить этот сейф вам и соответственно сегодня мы посмотрим что здесь остается и что дальше делать если вдруг у кого-то будет желание продолжить эту карьеру и поиграть ее давайте в общем то тогда смотреть что к чему находимся мы с вами на базе у нас сейчас ноябрь все полевые работы завершены кроме мульчирования 78 поля но она там доделается рано или поздно много чем тут есть еще заниматься на базе у нас расположен элеватор и на этом самом элеваторе у нас лежит немного ресурсов для того чтобы можно было нормально работать на полях 700 кубов извести 92 куба картофеля если вдруг кому-то захочется посеять картофель и не тратится на семена семян 616 кубов этого хватит на первый сезон дальше семена можно будет производить и 680 кубов удобрения этого тоже вполне себе хватит остальные все ресурсы как бы на продажу но там сами можете решать что с ними делать также на этой же самой базе у нас находится еще склад жидкостей здесь есть гербициды немного дизельного топлива и 670 кубов жидких удобрений их тоже в принципе можно продать я их именно для этих целей собирал но можно будет и поля удобрять если вдруг захочется также у нас здесь есть силосная яма сила здесь созрел для того чтобы открыть башню есть специальные вот такой вот ковш у нас здесь который подходит вот к этому трактору ланди с помощью этого ковша можно будет открыть элеватор и рядом у нас стоит здесь вот такая вот замечательная конвейерная лента немного читерская если ее поставить примерно вот сюда то она будет выгребать всю яму соответственно там есть точка автодрайва которая позволит этот силос вывести куда угодно для трамбовки силоса у нас есть вот такой замечательный трактор вот такая вот трамбовал к а также здесь лежит еще у нас отвал сначала мы отвалом сгребаем все в яму а потом той трамбовал кай просто его укатываем это довольно быстро происходит вот это тоже трамбовал к работает довольно медленно и вообще лучше продать наверное также на базе у нас еще лежит склад продуктов вообще версия игры которая у меня сейчас здесь 3.8 на сегодняшний день записи игра уже обновит не игра а карта обновилась уже до 40 я ее никуда выкладывать не буду соответственно кто будет обновляться на канале баумера можно сделать тому моменту как это все выйдет на ю тубе там скорее всего уже какая-нибудь 42 выйдет и там же в описании к обновлению будут ссылка на обновленный вот этот вот склад потому что здесь прописаны продукты только до версии 3.7 нового ничего сюда сгружать будет нельзя тут лежит очень много ресурсов практически все идет на продажу также на этой самой базе у нас находится одна мастерская с техобслуживанием у нас сейчас есть просадка а тут есть два варианта дальнейшего развития событий во первых у меня здесь стоит распределение этих обслуживания потому что мне надоело возить но с помощью вот этой вот штуки вот этого спринтера можно это самое техобслуживание развозить вручную поэтому вы можете подгонять это все дело под кому требуется быстрее отключить распределение и отвести кому быстрее требуется да а можете запустить третью линию правда для 3 линии нужен будет хлеб и сыр сыр на складе если что есть молочный завод есть хлеб можно купить или построить хлебобулочную эту самую пекарню мука у нас для пекарни тоже есть поэтому довольно быстро можно будет сделать этот хлеб если что деньги тоже не проблема также у нас здесь несколько ангаров с техникой есть абсолютно все для работы на полях 4 чизеля полольник точнее даже не полольника мотыга удаляет сорняки и 2 уровня 2 стадии удобрял к большая хорошая каток поливалка гербицидами или жидкими удобрениями два плуга посыпалка извести на 50 метров довольно быстро работает так что хорошая в общем-то штука здесь у нас место для мульчера мульчер сейчас немножко занят если что он стоит здесь также есть два трактора с сейлками сажалками универсальные амазоновские силки сажалки сеет абсолютно все культуры на карте большой культиватор и маленькая возилка в большом гараже у нас стоит 3 мана зерновоза два контейнера которые именно для этого вот склада чтобы со склада просто по автодрайву все это дело возить на продажу по 70 кубов у них вместимость если что а также вольво с таким вот прицепом который возит поддоны я вообще просто отправлял эту вольву по автодрайву забрать всю продукцию с наших заводов отвозил ее сюда и отсюда автодрайвом потом все это дело распределяли если вдруг кто не в курсе но еще здесь есть автомойка если кому-то вдруг надо автоматическое загоняйте туда там . автодрайва тоже есть в папке база загоняйте сюда подходите нажимаете на кнопочку и соответственно техника моется если что то в каждом ангаре около столба есть керхер и вручную любую технику тоже можно помыть а если вдруг кого напрягает у меня сейчас осень техника не мытая все только после работ приехали поэтому если вдруг надо будет займетесь также друзья у нас есть еще одна база на бега погнали ее посмотрим что там у нас стоит лежит во первых здесь у нас находится три комбайна топовых ну и соответственно по комплекту жаток для каждого в три комбайна довольно быстро убирают все поля даже 78 убирается относительно быстро там за пару часов на этой же базе около бега у нас стоит силосная яма силосная башня простите я и уже давно не пользовался это производство сюда можно засыпать траву сечку люцерну клевер и две смены перерабатывать это все дело без силосной ямы в силос она забита сейчас силосом потому что силос некуда девать было требуется еще силосная добавка она здесь есть если что мы ее производим в лаборатории так что там запас этой самой силосной добавки тоже есть если что также здесь есть гидрант для набора воды если что точка автодрайва тоже присутствует все работает прекрасно склад тюков у нас здесь есть он забит конопляной соломой 2 миллиона силосом забит соломой забит немножко солом бобовых есть солом бобовых используется только лишь на компостере о нем чуть-чуть попозже еще один гараж с техникой здесь у нас в основном все для сенокоса здесь волковая жатка сеновая расшилка фуражный прицепчик на 300 кубов если что и косилка большая косилка у нас здесь модовая стоит если что к ней можно сзади подцепить тюковщик или фуражный прицеп и просто по автодрайву в одно лицо это все просто сделать но опять-таки тюки я тоже давно не тюковал поэтому давно этим не занимался также здесь у нас стоит джесси бишка с жижеполивалкой если что вдруг навозом удобрять это все дело и жидким здесь тоже можно жидкого навоза у нас много контракты выполнять можно с помощью этой штуки сейчас подключен мод на точное земледелие если вы его отключите то в общем-то и удобрять поля если оставить этот мод включенным на точное земледелие то с помощью этой штуки можно перед посевом внести там около 80 килограмм на гектар азота плюс минус также у нас и здесь сборщик камней для полей где камни появляются и все в общем то здесь по технике хорошо еще в одном гараже у нас стоит электричка вот такая здесь у нее место для зарядки она у нас возит топливо для наших комбайнов комбайны сами не ездят пополняться топливом заправляться и у желтого комбайна очень быстро она сама это топливо заканчивается поэтому с помощью вот этой штуки можно будет приехать на поле и заправить комбайны еще одна косилка есть трактор такая двойная на 9 метров она если что штука для того чтобы брать пробы я имею ввиду почву для точного земледелия тоже бы она по курс play автодрайва прекрасно работает и приезжает потом сюда паркуется а также друзья силосный комбайн у нас здесь стоит тоже по автодрайва он прекрасно и паркуется отсюда он спокойно едет на поле все там делает паркуется сюда приезжает если что заправляться тоже ездит еще на здесь стоит тюковщик у него здесь место для парковки как бы не прописано круглый тюковщик для круглых тюков функции обмотки силоса если что его можно подцепить к косилке и она будет сразу там все делать тюки по автодрайву и есть еще квадратный тюковщик его в основном использовала для сена и соломы потому что он делает квадратные тюки размером по 9 по 11 кубов так что вот такая вот прекрасная история здесь хранится ну и конечно же бга работают здесь у нас практически все линии как правило резаная сахарная свекла у нас единственное что находится в дефиците потому что она на сахарном заводе производится ее мало так что периодически это ли не отключается производится здесь электрозаряд метан и дегистат метана производится катастрофически мало так что можете на него не рассчитывать здесь также рядом с этой базой нас находятся два загона для животных в одном из них живут у нас свинки тысячи свиней они сами себе плодятся и какают большая куча для навоза здесь также есть коровки коровок уже почти тысячи штук по моему если не 1000 до почти тысячи они тоже уже расплодились у нас дают молоко молоко уже забито практически а также забиты все вот эти вот для навоза и жидкого навоза тут прям почти тютелька в тютельку один литр остался эта штука тоже вся забита это все дело можно повозить по продавать молоко девать некуда скорее всего надо будет продавать или же ставьте какой-нибудь склад для жидких удобрений свозить это все дело туда коровок много все здесь хорошо есть у нас еще один гараж где стоит техника здесь у нас стоит три водовоза больших и один водовоз маленький но как водовоз жидкости все перевозят которые есть на карте также здесь стоит посыпалка обычным навозом она кстати по моему и извести умеет посыпать если мне память не изменяет но емкость там не сильно большая поэтому для извести одно для одного за другое и рефрижератор стоит как и контейнеры работает со складом по автодрайву перевозить те продукты которые нужны рефрижератор в основном продукты питания это у нас зона столярки там тоже есть мойка парковочные места прописаны все хорошо также здесь стоит еще одна мастерская для обслуживания техобслуживания примерно та же самая история как и с той мастерской автодрайву тут тоже все подключено далее друзья поля а есть у нас три поля на которых растет трава это 45 47 48 тут у нас люцерна и клевер и обычная трава обычно у меня все это шло носилась плюс на компостер смотрели чтобы компостер постоянно работала делал компост остальное все перерабатывала всегда в силос это все дело можно косить можно будет засеять чем нет другим на данный момент трава вся ухожена то есть уровень ph везде в норме азот везде в норме все то есть удобрено посыпано максимально урожай здесь будет если говорить вообще про все поля то у нас везде все хорошо 99 98 точное земледелие к счет где-то даже 100 есть все поля ухоженные и соответственно 15 процентов у нас бонус за эко счет идет так вот поля да есть у нас для травы а также есть у нас еще много полей купленных 78 46 44 49 43 объединено 50 и 42 большие поля около вот этой базы все выкуплено 34 35 36 38 39 53 15 16 тоже выкуплено 19 59 тоже выкуплено большие поля а еще 45 345 тоже объединенные короче говоря полей много все они ухожены и все готовы к посеву те сейлки которые я вам показывал они с функцией культивации поэтому если что вдруг на будущее опять-таки для эко счета я их приобретал в общем то на следующий сезон можно кучу всего будет засеять засеять можно абсолютно все что вы захотите кроме канолы то есть я имею до чтобы собрать урожай в следующем же году кроме канолы полбы и третикали все остальное по моему спокойно а горчицу тоже нельзя будет но я не знаю зачем вам горчица канола может пригодиться третикали и полба принципе тоже могут глубина и мука у нас производится но в следующий год придется обойтись без этих культур или же сами как-нибудь прописывайте их на поля чтобы они уже были засеяны вовремя но и друзья есть у нас куча производств которые некоторые работают некоторые нет давайте их все тоже посмотрим водочистная станция есть производит нам воду и компост работает на сточной воде сточная вода автоматически распределяется со всех производств сюда но можете ее и возить вручную хотя возможно там сейчас на продажу да сейчас она на продажу стоит потому что накопилось не забудьте поменять это на распределение или создание коллектор источной воды есть они все в одной папке в авто драйве со сменой точки загрузки можно это все дело одним рейсом грубо говоря одним маршрутом вывести компостер постоянно работает из всех ресурсов производит у нас все а точка авто драйва работает там только для трактора то ли если манами захотите возить переделывать или запускаете трактора сфорожный прицеп замечательно туда задним ходом заезжает навоз единственное он не возит там я обычно сепаратора который напротив находится вожу навоз туда с помощью маленькой возилки на 18 половиной кубов до следующего покоса тут всех ресурсов хватит в апреле покос в общем-то надо будет заполнить остальное все на складах есть навоз солома и солома бобовых не забывайте их иногда освобождать лаборатория у нас производит дрожжи и силостную добавку из молока силостную добавку из патоки тоже можно запустить если вдруг понадобится патока у нас производится на сахарном заводе и и вроде как хватает но я как-то больше ее на дрожжи пускал посмотрите по ресурсам сколько где можете посчитать лесопилка друзья у нас производят планки поддоны поддоны уже работают в две смены ну и dvp dsp на продажу щипа также производится который идет на целлюлозную фабрику щипы будет небольшой дефицит если что имейте это ввиду лесорубы в две смены работают также у них есть бустер белое бочковое пиво она у нас есть тоже производится так что скоро закончится не за не забудьте привести ну и производится дерево для нашей лесопилки его производится ну то есть вот этих трех лесорубов хватает полностью для обеспечения лесопилки пока что если добавить еще вторую смену планок или поддона в третью смену может не хватать но тут можете в общем-то бустерами это все дело сделать увеличить производство дерева про мастерские я сказал мельница друзья у нас есть производит муку если что но пол бы видимо в этом году у вас точно не будет поэтому про полку забудьте ну короче муку производит муки много на складе если что лежит то есть пекарню можно уже строить молочный завод который производит всякую штуку из молока молоком он полностью тоже забит сейчас обеспечен поддоны друзья сюда не забудьте привести потому что несколько заводов есть у кого восходящей продукции также поддоны они в продакшенах от инфы не отображаются нпз друзья у нас есть топливо в достатке если что вторую смену никогда не запускал канулу подсолнечник здесь так перерабатывается можете оставить чисто переработку нефти а канулу подсолнечник как бустер чтобы там работала и вам тоже это надолго хватит соответственно нефть у нас добывается на нефтяной платформе если есть косяки с техобслуживанием кстати она очень много техобслуживания жрет можете временно отключить вот это вот производство топлива действительно в достатке есть большой запас 200 кубов лежит на базе плюс еще 800 кубов лежит здесь так что временно можно это отключить чтобы потребление этих обслуживания не было и это самый баланс восстановить надо на базе электронавеса стоят на нашей основной который тоже производит электричество не сильно много его производят плюс только в солнечную погоду но какой-то буст по электричеству все-таки есть есть у нас пивоварня с ресурсами тоже в принципе здесь все хорошо они все есть автодрайву там все прекрасно работает также производство извести абсолютно из всего делает извести все линии работает ресурсы тоже не проблема удобрение у нас производится тоже в большом количестве довольно таки я и даже и продавал семена как правило я с контрактов лишнее зерно сюда увозил если что семена тоже можно производить она там все в одном месте и рыбаки в две смены у нас работают много топлива жрут если что но зато производит рыбу она вся идет практически на продажу но можно строить заводики для производства топового этой консервированной камбалы и консервированной селедки сахарный завод работает принципе у меня для свеклы было было выделено 4 5 3 поле сейчас свеклы здесь довольно таки много этого точно хватит больше чем на год того что здесь лежит то есть можно будет и вторую смену запустить если что сахара производится относительно много поэтому также здесь производится патока из сурга я никогда эту линию не запускал но для силосной добавки если вдруг захотите можно запустить сепаратор друзья у нас есть очищает жидкий навоз его у нас очень много работает очень быстро то есть каждый день надо его пополнять много отвозить ставил я эту штуку для производства гербицид производства гербицидов именно в большом количестве нету но для полей хватает просила сную башню сказал стеклотарный завод друзья у нас есть производят бутылки и стеклянные банки банки пока что шли на продажу бутылки идут для пивзавода по поводу на стеклотарного завода есть одно уточнение не загружайте полностью фуру бутылками и банками у нее нет сил выбраться с карьера они очень тяжелые поддоны столярка друзья у нас также работает все производит мебель исключительно продажу остальное идет как ресурсы можете там принципе что продавать что-то использовать как ресурсы для производства будущих сыроварня опять-таки тоже работает на молоке тоже полностью практически забито молоком тоже все хорошо продукции выпускается много всякой различной ферментатор солода у нас также есть для пивзавода делает нам этот самый солод принципе делает он его больше чем требуется на пивзаводе поэтому какую-то часть тоже можно продавать целлюлозная фабрика работает картон пока что в одну смену если что но запасом можно будет и дальше то все делать пока что щепы хватает если будете запускать еще производство картона дополнительная то я не не знаю где брать щепу дополнительно скорее всего тополь высаживать самый такой простой вариант можете заранее этим заняться потому что поле растет больше года и щебеночный завод еще друзья у нас есть который производит щебень песок камни чернозем все линии работает только на дизельном топливе он лишь работает правило это все продается песок используется для стекла камни используются для извести а и щебень по моему тоже для извести используется но так продается это все дело но если дальше развиваться ставить другие производства то как ресурс там это все дело везде понадобится а по поводу производств что еще не сказал автодрайв да по поводу автодрайва все производства кроме лесорубов имеют точки загрузка поддоны соответственно туда приезжайте на фуре на эту точку автодрайва можно даже режимом загрузка доставка, он стоит, ждет. Подходите к производству, выгружаете 50 поддонов, в фуру влезает, и она едет это все дело выгружает на склад. Единственное место, где этого нету, это лесоруб. Можете прописать там точки. Я обычно вручную туда приезжал, собирал дерево оттуда и сразу же на лесопилку эту вручную отвозил. Но точки можно туда прописать. А также на молочном заводе вот эта точка загрузкой продукции не работает. Он туда не попадает. Если маленькую какую-нибудь тележку использовать для поддонов, например, купить что-нибудь с автозагрузкой, да? Вот как что-нибудь, например, вот такое с трактором использовать, то оно будет попадать. Фура туда не залазит. Мне было впадло переделывать эту точку. Опять-таки вручную это все делал. Плюс молочный завод прямо рядом с базой находится. Ну и получается все. Все точки автодрайва работают. Точки парковки тоже работают. У всех парковочные места. Ну и после работы они всегда приезжают, все паркуются в эти самые гаражи. Если вдруг что-то будет непонятно, то разберетесь. Для того, чтобы, друзья, продолжить играть на этой... А! Самое главное, что не сказал, еще забыл, друзья. Я не знаю, в чем прикол, почему у меня коровы дают очень много молока, но я в этой карьере увеличил им вместимость. И на бусте будет лежать файлик с увеличенной вместимостью соломы, корма и так далее. Также на бусте будет лежать файлик, который позволяет на ЖД и на закупке Райфайзен покупать моносмесь и корм для свиней. Карта 3.8, на которой это все есть, она залита на мой сайте по ссылке в описании. Если захотите обновлять карту, то это все дело работать не будет. Опять-таки на бусте будут лежать нужные файлики для этого всего дела, чтобы это восстановить с инструкцией, как это сделать. Ну, а если нет, то придется, друзья, вам ставить обязательно производство кормов. В принципе, ресурсы для производства кормов тоже есть, если что. Корм для свиней производится на некоторых производствах у нас на пивоварне, на производстве солода и на НПЗ. А вот такая вот история. По поводу денег. Денег 760 тысяч у нас есть, а также на складах еще есть чего продать на 34 миллиона. Поэтому в деньгах вы нуждаться не будете. Технику, друзья, я бы вам советовал всю обновить, если что. Вроде как все. Все вроде как рассказал. Сейф можно скачать по ссылочке в описании. Моды все, которые у меня здесь используются, тоже по ссылочке в описании на сайте все выложены. Именно те версии, которые у меня используются. Там одного или двух штук буквально не хватает, по-моему. Ну, моды подберете себе сами. Ну и, друзья, заканчиваем и карьеру тогда. Давайте ради эксперимента просто все продадим. Продадим все заводы. Сохраним игру. Вот в таком виде у вас будет этот сейф. 78-ое поле, получается, будет недомульчировано, но тут есть чем еще заняться в ноябре. И давайте по-быстрому продадим всю технику и продадим все заводы. Посмотрим, что у нас по деньгам получится. Ну и все. Продана техники на 2 миллиона 849 тысяч. Так, давайте-ка автосейф на всякий случай отключу. Она нам не надо. Вот, друзья, и продадим мы еще тогда все заводы и все строения. Соответственно, когда мы продадим вот этот склад, например, да, продать, отсюда продается все, что там лежало. То есть здесь 764 тысячи. Соответственно, мне не надо будет со склада вывозить все, продавать всю продукцию. Керхеры, наверное, не буду я трогать, да? Да и гаражи тоже. Не имеет смысла. Просто посмотрим, что у нас по деньгам сейчас здесь получится. Биогаз продать нельзя. Понятно. На карте, которая установлена, был. Ну и ладно. Горовник. Свинарник тоже продать нельзя. Видимо, надо продать сначала всех свиней. Как бы и бог с ними. Черт, это в мои планы не входило. Ну ладно. Лабораторию можно продать. 551 тысяча и 367 тысяч продукции. Сахарного завода еще 337 тысяч продукции. Ферментатор солода еще 336 тысяч продукции, что везде все как-то одинаково, да? Рыбак 195 тысяч лежало. Второй рыбак примерно то же самое должно быть. Понятно. Целлюлозная фабрика 230 тысяч. Он 9 миллионов уже есть. Столярку продаем. Там продукции 262 тысячи. Нефтяная платформа. Там, кстати, много метана. 370 тысяч. Как-то все немного, да? Мне кажется. Мастерская совсем грустна. Мельница. 397 тысяч. И у нас еще производство. Молочный завод. 500 тысяч. Ну там продукции много и 800 кубов молока лежало. НПЗ. Где туча... НПЗ, где куча топлива. 798 тысяч. Там можно продукции продать. Пивоварня. 479 тысяч. Вода, честная станция. Там вода. Но, кстати, вода тоже типа денег стоит каких-то. Нормально пойдет. Сыроварня у нас находится. Сыроварня. Да, это сыроварня. Ее мы тоже продаем. 494 тысячи. Это, кстати, оно дешевле продается, чем если бы я сам все повывозил. А тут у нас все вроде как, да? Коллектора продавать мы не будем. Здесь у нас что? Осталось порт. У нас есть еще лесопилка. Давайте-ка мы сюда тогда перейдем. К нашему карьеру. Щебеночный завод. Продаем ресурсов. Там 206 тысяч не сильно много. Стеклотарный завод. 175 тысяч. Тоже не сильно много. И производство извести. 167 тысяч. Тоже немного. Но оно и неудивительно. А также есть у нас еще одна зона. Это наша лесопилка. А, нет. Есть еще зона, где у нас сепаратор и все остальное. В одном месте здесь сосредоточено производство удобрений. Удобрение, кстати, нормально. 171 тысяча. Компостер. Тоже должен, кстати, нормально принести. 166 тысяч. Ну так, да? Производство семян будет почти бесплатно. 33 тысячи. И сепаратор 73 тысячи. Пойдет. Рядом же здесь лесопилка. Три лесоруба. Вот они в ряд стоят. Одного мы продаем. Второго мы продаем. 120 тысяч дерева. Они нас собирали. Нормально. И лесопилку большую мы тоже продаем. 288 тысяч. Ну и, друзья, самое вкусное это, конечно же, наш элеватор продать и склад. Давайте вот с этого начнем. Он самый маленький. 65 тысяч. Но там много топлива. 823 тысячи. День. Там не топливо, там удобрения, по-моему, лежали, да? Много. Элеватор продаем. Там не сильно много будет ресурсов у нас. Хотя там же и конопляная солома лежала. 2 миллиона. 2 миллиона. Нихренашеньки себе. Прямо меня устраивает. Ну а самое жирное будет, конечно же, вот это вот хреновина. Все самое вкусное у нас лежало там. Там 11 миллионов 900. Итого на балансе 38 миллионов и можно, в общем-то, как-то с этим даже жить. Можно еще силосную яму продать. Силос, наверное, отсюда тоже продастся. Нет, силос отсюда не продался. Там 2 миллиона силоса было, если что. Также не стоит забывать, что у нас осталось молока на 2,5 миллиона. Если в хорошую цену, это 2 миллиона 800. Ну и это можно не считать эти копейки. Вот на этом получается у нас все. Друзья, эта карьера официально завершена. Если хотите продолжить, то продолжайте ради бога. Сейв, как я говорил, оставляю в описании. Ну а также все полезные ссылки тоже оставляю в описании. Ну и статистику, да, давайте статистику последнюю глянем. 1300 часов, можно считать, у меня ушло на это прохождение. Наездили мы здесь 119 тысяч километров, 2 единицы техники наездили больше 10 тысяч километров. Остальное, если вдруг кому-то интересно, вот вся статистика у вас перед глазами. Да, кстати, коллекционные предметы у меня почему-то сбросились, поэтому кто будет продолжать играть на этом сейве, можете и позабирать, заработать себе денежков. На этом, друзья, у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Тем, кто поддерживал меня все это время на бусте, вам, друзья, отдельная пятюня. А дальше решим, что там будет дальше, но скорее всего для бустеров что-нибудь замутим эксклюзивненькое, а на ютубе, я так понимаю, золотой колосс следующее прохождение будет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-ки.